Всем привет! Сегодня мы посмотрим территорию отеля Ката Си Бриз Резард. Покажем вам, что есть в номере, чем кормят на завтрак, пляж Ката, посмотрим какой он, подытожим все плюсы и минусы этого отеля. Итак, давайте прогуляемся по территории. Начнем с ресепшена. В Ката Бриз есть круглосуточная охрана и видеонаблюдение. В отеле, кстати, на ресепшене работает русский администратор, который поможет вам в случае необходимости. Проходим ресепшен, попадаем на территорию отеля. Отель работает с 2000 года, поэтому ожидать супер чего-то нового не стоит. Территория отеля достаточно просторная, зеленая, ухоженная. Тут есть 4 бассейна, которые чистятся ежедневно. Сейчас мы проходим бар у бассейна SwimUp и джакузи на открытом воздухе. Хотя народа в отеле отдыхает много, нет ощущения переполненности. У бассейна всегда есть свободные лежаки и зонты, а также здесь работает бар. Для детей тут есть игровая комната, песочница, отдельный бассейн. Отель предоставляет полотенца для пляжа, их можно менять каждый день. На территории отеля 5 корпусов. Давайте посмотрим наш номер, и я расскажу, почему мы выбрали именно этот тип номера. У нас был двухместный номер Суперио. Просторный коридор и шкаф сейфом. Кстати, в номере есть зонтики и сланцы. Просторная собственная ванная комната. И самая настоящая ванна. А как вы думаете, мы хоть раз ее использовали? В ванной комнате стоит 2 стеклянные бутылки 0,5 с чистой питьевой водой, которые меняют каждый день. Итак, первый плюс, по которому был выбран данный отель и данный тип номера, это 44 квадратных метра. В номере две большие кровати, балкон. Кстати, здесь довольно шумный кондиционер. Но если постараться, приемлемое рабочее место. Телевизор, который, естественно, мы даже не включали. Холодильник с пустым мини-баром. Есть фен, чайник, кофе, чай, сахар и пара стаканов. А также есть правила пользования и меню. Просторный балкон, со столом, двумя стульями. Тут можно любоваться рассветом за чашечкой кофе. С соседним номером вас разделяет 150 см стены. Вид с балкона шикарный. Внизу бассейн. Данный номер на неделю нам обошелся 17689 рублей с завтраками. Это листочек про заботу о природе. Меняйте полотенца, если они у вас действительно использованные. Давайте прогуляемся на завтрак. Выходя из комнаты, мы проходим по длинному коридору с номерами. Не перепутайте номер, они довольно однотипные. И если кто-то однажды ломился в вашу дверь здесь ночью, а потом сбежал, это мы, простите. С обратной стороны корпуса вид на соседний отель. На выходе нас встречает автомат со снеками и напитками. Сначала мы подумали, что это излишество. Но через несколько дней пошел такой ливень, и мы не смогли пойти в кафе на ужин. Мы очень радовались, в общем, этому автомату. Кстати, в этом отеле есть номера с собственным выходом к бассейну. Не знаю, удобно ли это, но мы радовались, когда узнали, что у нас все-таки четвертый этаж. Хочу сразу обратить ваше внимание, что если вы прилетаете рано утром, то завтрак в этот день не входит. В ресторан на завтраки приходить лучше пораньше, тогда и выбор блюд побольше, и отдыхающих поменьше. Завтраки здесь хорошие, разнообразные. В меню всегда есть супы, рис, лапша, овощной рагу, сосиски, свежие овощи, фрукты, йогурты, выпечка, мюсли и яйца. Хлопья, орешки, семечки, банановые чипсы, рис простой, с овощами, картофель, овощи запеченные, лапша с овощами, супы, куриные сосиски, ветчина, бекон, сыр, фрукты, бананы, арбуз, ананас, папайя. Есть хлеб для тостов, батон, хлеб серый с изюмом и семечками. Из выпечки были панкейки, круассаны, маленькие булочки с изюмом или кремом, масло, джем, мед, в общем, все, что душе угодно. Еще по вечерам в отеле иногда показывают фильмы на проекторе на английском языке. Внимание, интернет бесплатный, только в лобби отеля. Там много диванов, некоторым, в принципе, этого достаточно. Ну, у нас были сим-карты для того, чтобы работать, но вообще в бронировании отеля этой информации не было. У отеля, естественно, есть своя небольшая парковка. Для байков она отдельная. Здесь есть работник отеля, который помогает расставить байки, чтобы все влезли. Поэтому, если вы пришли утром и не обнаружили свой байк на старом месте, не пугайтесь, его, скорее всего, просто передвинули. Отель расположен на второй линии от моря. Если смотреть по карте, море прям совсем близко. Но на первой линии стоит отель с забором. И чтобы попасть на море, необходимо обойти всю эту территорию. Есть тротуар, но только на одной стороне дороги. До пляжа Ката идти 10 минут по улице вдоль разных магазинов и макашниц. На пляже есть много всяких развлечений. Есть прокат сапов, серфов, катание на ватрушках, бананах, а также парасейлинг. Парасейлинг – это полет на парашюте за катером. На этом пляже всегда довольно много отдыхающих. Для тех, кто любит уединение, в 20 минутах есть еще один пляж – Корон. Он, кстати, знаменит своим скрипучим песком. Пляж Корон намного длиннее и довольно малолюдный. Так что, если вы выбираете отель в районе пляжа Ката, подытожим плюсы и минусы. Плюсы. Ухоженная территория и бассейн. Большие номера. Хорошие разнообразные завтраки. Близкое расположение к пляжу. Из минусов, что могу отметить. Не самый свежий ремонт. Платный Wi-Fi в номерах. Ну и дорога до моря. Особенно, если вы с детьми и с колясками, ну не очень удобно. Но могло бы быть и хуже. Обязательно подписывайтесь, это помогает нам расти. Да, и что греха таить, вообще очень приятно.